Всем доброе утро! Продолжение нашего ЛАНОСа. У нас было поломано крепление фары и ресничка поломана. Крепление фары припаял. Паяльная станция, все как обычно. Весь ремонт фары занял 5 минут, потому что я хочу, чтобы оно было спаяно, тогда проще зазор выставлять. Да и клиент приятно, не надо уже самому паять или кому-то отдавать. И ресничку, ресничка у нас АБС, тоже запаял по кругу, трещинку, а потом еще раз, два, три. Три усилителя дал. С этой стороны не паял, чтобы не было палево, что она паянная. Вы же помните, машина перекупщика, а я соучастник, а я хочу соучаствовать красиво, чтобы никто ничего не догадался. Так, можно собрать это все в кучу. Ну и дальше. И что? Ай, поставить фару. Ждем усилитель. Хотел делать без усилителя, но, блин, неохота. Хотя эти размеры все есть, по сути, и эта штучка ровно стоит. Размеры же у нас вот есть, проверочные для усилителя. Поэтому лучше подождать усилитель и уже вогнать все нормально, чем пороть горячку, да, и так наугад все варить. Блин, все ключи растерял. Ну, о, нашел. У нас к концу недели, или к концу этой недели, или начало следующей будет, может середина следующей будет, будет, мы в работу берем Ланос, на котором тотальный и полностью. На котором будем менять крышу, на котором будем менять жопу, на котором будем менять днище. В общем, распил будет грандиозный. Вам всем понравится. Мы давно хотели какой-то тотал экшен, поэтому будет вам тотал экшен. Там очень сильно уваленный автомобиль, но вам понравится. Нам на него полностью другой кузов припут. Будем делать грандиозный распил и, честно скажу, стыдно вообще не будет. А то, знаешь, там жопу привариваешь и сразу начинаешь в диваннике. А, тебе не стыдно! Убийца! Мне не стыдно. У нас капот такой веселый. Я это показывал несколько раз. Смотрите. Он у нас, например, непроклеенный и внутря полностью на завальцовках играет по наружу. Потому что герметиком надо его промазать. И получается, как он вообще вот так вот приехал. Что если его так закрываешь, вот совпало, совпало, вот западлицо. А здесь у нас видно, какой торчок. Я не знаю, видно, не видно, здесь два сантима торчит капот. Здесь полтора. Ну, это делается одним легким движением. Смотрите. Раз, здесь уже не торчит. Ну, я просто подломал, он уже там ходит. А здесь раз, блин, еще торчит немножко. То есть здесь такие капоты, эти тайманские, они или, да хотя они упакованные, они или лежат один на втором, что они, они почти все приходят развернутые. Поэтому я когда-то и записал размеры от кончика до кончика, от отверстий до отверстий, там, от болтов до кончика или до кончика, потому что часто все капоты приходят вот такие. И когда ставишь банкер, например, зазор здесь, дорога, вот торчит. Поэтому приходится их аккуратненько подламывать. Аккуратненько, это выглядит следующий образом. Вот так, смотрите, смотрите, как аккуратно. Аккуратность аж зашкаливает. Потому что он ходит весь. Вот, есть. Полностью заподлицом. Ну, я придерживаю. Сейчас буквально торчит на 5 миллиметров, но если вот поставить замок или сейчас потащить за замок, за риги. Тогда вот, раз, еще хуже. Ну, я не вижу. Если вот аккуратненько вот так потащить, то заподлицом. Если взять чуть сильнее надавить, то капот занырит за ресничкой. Торчать начинает. Фара прикручена. Эта фара прикручена. Здесь я крепление фары припаял, потому что вот этот болтик, он как направлялка, он держит ее вверх-вниз. То есть, так удобней, так удобней гораздо работать, чем мучаться с этой фарой. Вверх-вниз она падает, болтик поломан, направлялки нету. Лучше потратить 5 минут своего времени, зато, потом работать будет удобнее в 100 раз. Ну, вот фара стоит. Вот, вот так должно быть. Вот так должно быть. Тут замок надавит, вот так кипрут ровно. Так, а теперь, теперь нужно было бы эту штуку приварить, которую мы вчера лоханулись и неправильно приварили. Фара стоит. Тут все так четенько, вот все красивенько. Теперь мы этот разрез вот так совместим. Я не стал сразу варить, потому что фара, когда стоит, она тоже немножко регулирует положение этого продолжения, куда-сюда. Ну, то есть, она вот регулируется. Поэтому вот так надо взять, вот так красивенько, да, так. Вот так поставить. Вот примерно резца впал. И можно будет там сейчас резцу так приварить. Как-то так, как-то так, объяснил как мог. Люблю тайванские капоты. Подгоняется как хочешь, подламывается где хочешь. Мягенький, легенький. Ну, кривой немного, правда. Так, поставил. В принципе, зазор идет ровно-ровно-ровно, просто вот здесь что-то уменьшается. А так, в принципе, ровный. Здесь все то же самое. Такой ровный-ровный, и его тут тоже уменьшается. Это нормально. Фары поставил, прикрутил примерно. Пока вот так. Там дальше надо. Они регулируются тут немножко. Я не прикручивал к уйде. Ну, то есть, можно уменьшить, можно увеличить, как хочешь. Усилитель хочу подождать. Сейчас бы усилитель кинуть, бампер примерить. Если все нормально, то, в принципе, обварить вот это место. Обварить вот этот шов. Я там вот точку дал. Одну. По центру. Чтоб немножко подгибалось туда-сюда, если надо. И это. И бурт готова. Надо немножко подождать усилитель. Закрывается, открывается. Вроде совпадает. Ну, давайте подождем усилитель. Не будем спешить. Тем более, радиатор забрали на пайку верхнего крепления. Сейчас надо вот это прикрутить. Там гайку оборвало в лонжероне. Которая скобу держит. Тут же надо сунуть оттуда гайку, через отверстие приварить. Хлопать не буду, потому что фары не прикручены. Пока вот так. Пока вот так, а дальше будет видно. В общем, пауза. Ждем усилитель. Привезли усилитель. Усилитель родной, например, идет 3 кг. То этот идет 500 грамм. То есть, этот в 6 раз легче. Он такой легенький, маленький. Здесь на стандартном. Забрали, пацаны. Старый усилитель. Я вам бы показал. Здесь идет этот. Полтора миллиметровый металл. Должен идти. А у нас здесь 0,8. Гнется. Вот так вот он приварен. Вот такие маленькие точки с прожигом. Вот пропалили, пока варили. Немножко кривой тут. Направлялки кривые. Резьбы прибитые. Ну, дырка оборуженная. В общем, перекуп вариант. Перекуп вариант усилителя. Не знаю, какой это усилитель. Ладно, понятно. Называется балка передняя бампера Ланос. Вот такой. Запомнили? Такой никогда в жизни себе не покупайте на машины. Он никакой. Он насколько никакой в этих местах. Что если его поставить на машину, а потом повешать бампер, то под тяжестью бампера он согнется в этих всех местах. Но нам пойдет. Пересверлим, переварим, подрихтуем. Класс. Сейчас займемся. Бампер это отдельная история. Бампер у нас тоже очень веселый. Бампер веселый. У бампера вот эта вся полоска завернута. Она сейчас не даст усилителю одеться. Надо взять фен, немножко вот вывернуть ее. Бампер идет у нас там волнами. Идет, потом вот тут яма. Потом пошел наверх бугор. Здесь хуже гораздо. Здесь вот сразу яму можно наблюдать. То есть, если сейчас поставить его, то здесь вот такой зазор будет. Почти сантиметровый. Поэтому надо брать фен и поднимать эту плоскость. Ну, сейчас как-то попробую. Ну, в принципе, хороший бампер такой. Даже в цвет машины немножко зеленцой отдает. Значит так, я его поставил. Здесь у нас зазор 3 миллиметра. Вот здесь 3 миллиметра. Это фигня. Это усилитель вверх поднять можно. Здесь немножко у нас вот как-то вот. Вот бампер. Вот ровно. А потом как-то бампер вверх пошел. Такой урк. На взлетку бампер пошел. Торчит. Это нормально. Здесь. Ну, здесь больше зазор. Потому что поднять надо усилитель. Здесь у нас вот такой. Хотя я погрел вроде бы. Я его погрел, а он все равно не это. Все равно форму неправильную дает. Там у нас тоже на взлет пошел. Направлялки. Эта направлялка вообще не совпала. Она вот. Эта вообще не совпала. Она вон. То есть усилитель надо туда сдвинуть, но очень много. Эта направлялка вон там. Отверстие вон. У нас когда-то с вами была такая история, что полностью я обрезал их. Потому что завод их относительно самого усилителя в бок сместил, по-моему, на 2 сантиметра. И мы отрезали, перемещали в бок на 2 сантиметра. Вот здесь такая самая история. Если здесь вот в центр попасть. Если здесь в центр попадет. То тогда... Что тогда? Что тогда? Туда? Туда? На сантим. На сантим. Это два варианта. Или отрезать их, переваривать. Или просто кувалдой ударить. Раз. Кувалдой два. Они согнутся немного по сантиметру. И будут ровно. Выберем второй вариант. Примерно минут 20 мучений. Одна сторона, в принципе, уже сидит-то и нормально. Еще есть маленький провальчик. Еще здесь погреть бы. Ну, там и пенопласта нет. Пенопласт бы тоже форму придал. А так, так как нет, все плохо. Значит так. Этот угол я выгорел. В принципе, нормальненько. Заворотик так. Ну, как бы так. Вот, более-менее. А вот эта сторона, нифига еще нет. Сейчас я ее подогрею. Потому что, если здесь вот в натяжку завернуть, будет все плохо. Поэтому сейчас мы фару снимем. Здесь нету направлялок, поэтому. Поэтому все время плохо. А так хорошо, когда прикрученная будет. Фара вообще не прикрученная. Сейчас фару сниму. Выгорю угол этот весь. Заверну, зафиксирую. Ну, в принципе, готово. Готово. Бампер поставил. Фары поставил. Ах, блин. Фару забыл подключить. Сейчас подсоединю. Бампер погрел, как смог. Прикручен. Клипса. Клипс. Ну, заместо клипс пока это. М8 болты и клипс нету у меня. Ну, в принципе, стоят, стоят. Вот так, в принципе, более-менее нормально. Вот здесь плотненько я смотрю. Здесь вот зазор. Там вон бампер упирается в крыло в конце. Ну, блин, такой бампер. Ну, блин, час грения и подгоняния усилителя. В принципе, и какой-то результат есть. Нет, ты, конечно, но с этим бампером, с этим усилителем ничего лучше и не сделаешь. Зазор одинаковый. 5 миллиметров примерно. 5 миллиметров. В принципе, все одинаковое. Можно звонить хозяину. Лёшки. Лёшка, привет, если смотришь. А ты смотришь по-любому. Это. Поставим радиатор. Зальем тасов. Антифриз, вернее. И машина может уезжать. Открывается. Фары приключены. Замок стоит. Рулетка моя. Рулетка моя. Готово. Готово, готово, готово. Сейчас приедет хозяин, заберет машину. Капот немного. Веселый капот. Он веселый. Ну, ладно. Зашпаклюет. Запчасти, конечно, в этот раз были фуфло полное. Но, тем не менее, в принципе, на слабую четверочку получилось. Если клиент вам привозит конченые запчасти и хочет получить идеальные зазоры, смело его можно посылать. Ну, в смысле, за новыми запчастями, за оригинальными, вушными. Не знаю. Мои клиенты все, почти все поголовно, кто привозит такие голимые запчасти, они знают, что идеала не будет, поэтому на некоторые моменты они просто внимания не обращают. Ну, в принципе, тогда нормально стало, с чем мы паримся. Все замечательно, фу-фу-фу, все просто замечательно получилось. Открывается, закрывается, вода, мотор защищать будет, будет. Мотор же не видно, не видно. Кошки в зазоры не пролезут, не пролезут. Ладно, люди, сейчас надо поубирать, пока едет. Какой он тяжелый. Или то рука просто немного устала, пока хозяин едет. Капот у нас вот такой был. Не знаю, гуглиться по этому номеру, что-то не гуглиться. Отвратительный капот. Отвратительный бампер, но тем не менее. Ладно, все. Всем пока. Завтра пойду с утра в Мандео, посмотрю, в жопку ударю. Может, завтра будет Мандео, может, не будет. Все станет ясно завтра. Всем удачи, всем пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.